Однажды эти улыбчивые дамы и джентльмены уже общались с полицией, когда заявляли о хищении своих дорогостоящих иномарок. В следующий раз полиция приехала к ним сама. Оперативники полагают, что воры и потерпевшие одни и те же люди. Знаете, за что вас задержали сотрудники полиции? Да. За что? За то, что поставила автомобиль на учет, и оказалось, что нечестным людям доверилась. А что за машина? ВМВ. Вы знак помните? Нет. Задержанная не помнит номер своей машины. И это неудивительно, говорят полицейские. Есть основания полагать, что автомобилем она владела только по документам. В реальности иномарки приобретались для финансовой аферы. Сотрудниками уголовного розыска главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в покушении на мошенничество в сфере автострахования. По версии следствия, группа лиц покупала и после перегоняла престижные иномарки в страны ближнего зарубежья. За границей машины перепродавали, а на родине объявляли в розыск. Собственники обращались в страховые компании с заявлением о хищении и просили возместить ущерб. За что задержаны сотрудниками полиции? Отзрение, мошенничество. Под следствием оказались трое мужчин и три женщины. Они планировали получить 27 миллионов страховых выплат. И это только по пяти эпизодам. А сколько их всего было, пока выясняют. Алексей Хосянов, Степень защиты.